Вопрос заключается в том, что мы позволим ему делать внутри нас. Что я позволю просить Христу через меня? Что ты позволишь Христу просить, взывать через тебя? Потому что, когда это Он, это меняет абсолютно все. Это может поменять то, где вы будете жить, с кем вы будете жить. Это может поменять абсолютно всю вашу жизнь. Поэтому иногда люди и боятся этого. Потому что они играют как бы в игры. Но совсем другое, когда ты приходишь и говоришь, Господь, что бы ты ни сказал, я сделаю, я пойду. И это большой шаг. Но это может быть самым лучшим шагом в вашей жизни. Аллилуйя. Потому что, если вы начнете делать именно эти шаги, все восстанут против вас. Когда Давид принял это решение, вот приходит пророк, Самуил пришел. Все испугались, пророк пришел. Чего пришел? Я пришел жертву принести, не беспокойтесь. И он говорит, Иосиф, зови своих сыновей. И вот они пришли. И Самуил говорит, всех сыновей своих приведи. И вот, естественно, Иосиф позвал первого первенства. Красивый, большой. Он красиво выглядел. И вот он говорит, вот он сын. И я вот думаю, что вот все боялись. Пришел пророк. Что ж будет? Но пророк спрашивает у Господа, это он? То есть пророк не знает всего. И только потом Господь отвечает, нет, это не он. И потом мы слышим, да, что ему говорится, смотри в сердце, а не на внешность. Я хочу, чтобы ты смотрел в сердце, потому что это то, чего я ищу, на что я смотрю. Мы можем все прийти, собраться и действовать одинаково. Мы можем поднимать руки, хвалить Бога, молиться. А Бог знает сердца. И Он ищет именно человека по сердцу. Поэтому истинное сыновство начинается в сердце, когда вы берете свое сердце, приносите Богу и говорите, Господь, вот оно, мое сердце, вот он я. Потому что мы иногда хотим сказать, ну вот, я шучусь в библейской школе, вот он я, хороший, пришел. И если вы сюда посадили свое тело, на эти стулья, и заставляете себя учиться, это еще не значит, что ваше сердце здесь. Он задает вопрос, а сердце ваше где? Вот какой Господь. И вот так перед пророком провели всех сыновей. Он говорит, это что, все твои, все семь сыновей твои? Да нет, есть еще один, но он пасет овец. Он за горами там где-то. Он самый маленький. И когда Давид пришел, мы знаем, что Самуил помазал его. И он говорит, вот он, он будет царем Израиля. Если вы посмотрите прямо в Писание, вы увидите, что Давид выиграл самые великие битвы в своей жизни. Гигант, вот этот великан Голиаф сказал, ты не будешь здесь царем. Только через мой труп ты будешь царем. Иначе не будешь. Можете представить это? Вот вы получили спасение, вот вы получили Дух Святой, так же, как Дух Святой почил в тот день на Давиде и оставался с ним до конца дней. То есть, он имел Духа Божьего на нем. И вот тут проблемы, или великаны вылазят и говорят, а, не будешь. И если вы посмотрите на его жизнь, одна проблема за другой всплывали. Его личные братья охотились на него, чтобы убить его. Они копья в него кидали даже. И иногда, находясь в церквях и общинах, как часто мы можем переживать, что в нас кидают копья и говорят, почему ты так поступаешь со мной? Что я тебе сделал? Почему ты так говоришь со мной? Много-много вызовов, как у детей Божьих. И вот Давид находился в таких же ситуациях. И я хочу, чтобы мы обратились и посмотрели на несколько вещей о нем. Как верующие, мы не призваны к разрушению. Наше призвание — не быть разрушенными, растоптанными. Писание говорит, да, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, но я пришел дать вам жизнь. И с избытком. Жизнь с избытком. Вот наше обетование. Есть книга, написанная одним автором, Полом. Он назвал ее «Наше призвание — тронная комната» или «трон». И давайте вот я сейчас кое-что скажу об этой комнате, где мы с вами все находимся. Никого нет в этой комнате? Случайно. Кто попал сюда случайно. Это невозможно. Даже если когда-либо в вашей жизни ваша мама говорила вам, что вы появились по случайности, это невозможно. Это невозможно. Мы все здесь, потому что однажды, еще до того, как мы сюда попали, мы были уже в разуме у Господа. Мы были в Его разуме. Он знал вас уже тогда. Даже до вашего рождения Он знал вас. Вот что считается. Он считался с этим тогда, сейчас и потом. Много разных людей думает многое и разное о нас. Но считается только то, что Бог о вас думает. И если это что-то другое, это не считается. Помните, к Иисусу привели женщину и хотели побить ее камнями? Что Он сказал? Кто без греха? Вперед, бросайте камни. И потом Он обратился к женщине. Ты видишь хоть кого-то? Все ушли. Все, кроме Христа. Это то, что будет в конце. Мы и Он. Он освободил нас. Аминь? Аллилуйя. Он заботится. Аллилуйя. И Слово говорит, что мы с вами избранные. Мы избранное поколение. Мы царственное священство. Мы священники. Но мы странненькие люди с вами. Тикави, да, такое? Но мы цари и священники. Мы не просто царственное священство. Мы цари и священники. Для самого Всевышнего Господа. То, о чем я говорю вам, это кто вы являетесь, кем вы являетесь. Вы сыновья и дочери Божьи. И вы должны, просто обязаны иметь эти взаимоотношения с Ним. И вы можете... Если вы можете... Если вы настоящие сыновья и дочери, вы можете приходить к ним и как дочери и сыновья просить у него и получать от него. И действительно возносить заботы, которые есть в этом мире, возносить их в тронную комнату пред Отцом. и высвобождать их и знать, что Отец, Он позаботится и выполнит. Что Он изменит ситуации. Наши призвания царствовать в Божьем Царстве. Не потом, не позже, а уже сейчас. Римлянам говорит о том, что книга о Римлянам, там написано, что мы призваны царствовать сейчас и жизнь, жить уже сейчас. И сегодня, на сегодняшний день, мы практикуем то, что мы будем делать вечно. Аллилуйя. Аллилуйя. И Бог знал каждого из вас до создания этого мира. Потрогайте соседа и скажите, Бог не делает ошибок. Бог не делает ошибок. Иеремия 1, 5 говорит нам, Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я опознал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Как семя, как эмбриончик внутри. Утробы, Он уже формирует, создает, лепит нас теми, какими мы потом будем. И даже тогда, Он знает уже каждого из нас. Божий дизайн, просто сверхъестественный до того, как был создан мир. У нас уже была судьба, уже было призвание. Мы не созданы просто, чтобы садить землю, чтобы сделать много людей. Мы не были созданы просто для того, чтобы наполнить эту землю. Земля существует для того, чтобы мы исполнили свое призвание. И здесь мы находимся, чтобы тренироваться в нашем, быть царями и священниками для великого Господа. мы гораздо более важны, чем сама Вселенная, чем мир. Если вы посмотрите на мир, они думают, что они очень-очень важны. и надо покупать обязательно что-то, чтобы все чувствовали себя важными и нужными. И вот сейчас вышел седьмой айфончик, и все кинулись покупать. И думают, что если они его имеют, они очень важны. А выйдет восьмой, придется покупать восьмой для важности. Но это не то, что имеет ценность на самом деле. Важным является твоя жизнь во Христе. Вот что является важным. Это то, что можно использовать, и оно потом исчезнет. Оно все уйдет. А мы будем жить вечно. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Задумайтесь. Девять месяцев в утробе. Ну, некоторые, кто слишком рвется наружу, иногда шесть-семь месяцев в утробе и рождаются. Но Бог все это время был с вами. В утробе. У нас есть девочка одна в команде, она с Америки, но она в Германии сейчас. Она заботилась о своих родителях, потому что они очень сильно там с наркотиками погрязли. И она последние только несколько лет более и более свободно говорит об своей свободе от этой тяжелой жизни. Она была зачата, когда ее отец сидел в тюрьме, и ее мать приходила на свидание. И, будучи маленькой девочкой, она ходила в гости в тюрьму проведывать папу. И однажды я ей сказал, я говорю, ты уже была в тюрьме даже до того, как ты родилась. И она задумалась и сказала, да. Но Бог, ты была в Божьем разуме еще от вечности до вечности. Он знал тебя. Он знал, что ты здесь будешь сейчас служить Ему. И это так сильно, так мощно. Она не могла изменить обстоятельства, где она родилась и как она родилась, и кто были родители. Но вы можете принести изменения, когда вы отдаете свою жизнь Христу, а Он Отец, а вы Его ребенок. И тогда это меняет все. И не важно, где я был рожден. И не важно, какова твоя жизнь была. Сегодня она изменена. Потому что я пришел к Отцу. Вот это наша жизнь. И каждого из нас. Мы свободны от того, что было. Мы измененное поколение, и мы будем менять тысячи поколений. И это изменит все. Какого великого, такого мощного Отца мы имеем. Правда? Иисус, помните, говорил, Отец мой благ. И Ему говорили, О, ты такой благий Учитель. Он говорит, только Отец благ. Господь благ. И Он так благ к нам. И Давид осознавал, как Бог его создал. И когда он испытывал помазание Божье в своей жизни, он писал псалмы. И в одном из псалмов мы можем... Это у нас, скорее всего, сто тридцатый... Сто тридцатый... Псалом. Which verse? Starting verse 13. It's not... We have different... It starts... Let me give you the verse. It says, For thou hast possessed my reigns, for thou hast covered me in my mother's womb. Verse 14 says, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Yeah, I know, but it's... It's not... One of the verses is... The precious... How precious are the thoughts unto me. Помните, у нас это, к сожалению, не тот... Не могу найти псалом. Дивно устроил ты меня... 138 аж? Боже, у них это 130... 138 псалом с 13 стиха. Ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивные дела твои и душу... И душа моя вполне осознает это. Yeah. How many words? So 18. I should count them. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои Божии, как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. С 13 по 18 стих 138-го псалма. Разберем это после перерыва. Разберем это после перерыва. Я не знаю, кто из вас бывал на берегу океана, но песка там много. Так много песка. И его мысли о тебе даже больше, чем песка на море. Возьмите одну просто жменьку песка и попытайтесь посчитать песчинки. Сколько там песка будет? Сколько пляжей? Сколько океанов? Вы только смотрите на океаны, восторгаетесь. И весь песок, который там есть. А его мысли о вас больше, чем песка в море. Аллилуйя. Я думаю, что он думает о нас гораздо больше, чем мы о нем. Я действительно так верю и знаю это. Это очень явно. Очень ясно. Аминь. Мы думаем, что у нас идея есть. Мысль посетила. Вы приходите с молитвой. У вас есть мысль, о чем вы помолитесь. И Писание у вас на уме какое-то. Тут он все дает. И он говорит, о, у меня то же самое было. У него все это уже есть. Он вам это дал. И он просто хочет показать вам и говорить, ребята, вот то, что я приготовил. Вот, двигайтесь. Слушайте. Смотрите. Наблюдайте, что приходит. Все это от него и о нем. И мы должны воздавать ему славу за все. Не просто, вот, я пришел на молитвенное собрание и помолился. И, о, посмотрите, какая у меня молитва. Это не твоя молитва. Он дал тебе свою. Отдай ему славу. Восхвали его. Аминь. И это настоящее ходатайство. Аминь. Пусть Бог благословит. Перерыв. Отдай ему славу. Субтитры создавал DimaTorzok